Приготовились. Сейчас гения сядут на нужные места. Добрый день. У нас сегодня с вами начинается сейчас открытая лекция, посвященная Содружеству независимых государств. Если говорить о ее содержании, то оно ориентировано прежде всего на те формы работы, которые у нас с вами в рамках этого курса Содружества независимых государств были, будут. И те формы, которые в принципе можно использовать. Поэтому мы сегодня будем говорить и о содержании курса Содружества независимых государств, и о формах работы, которые наиболее эффективно позволяют сформировать профессиональные компетенции. Здесь у нас в аудитории присутствуют международники и историки. Есть ребята, которые подключились к нам через Zoom. То есть, соответственно, мы можем в данном случае поговорить не только о том, что такое Содружество независимых государств, но и как эффективно обучаться тому, чтобы быть адекватно воспринимающим развитие этой международной организации и тех процессов, которые происходят в принципе на постсоветском пространстве. Здесь давайте с вами обратим внимание на причину, по которой у нас сегодня происходит открытая лекция. С одной стороны, как мы помним, 30 лет Содружества независимых государств. С другой стороны, есть еще такой достаточно интересный внутренний юбилей. 20 лет, как, собственно говоря, я и в Кубанском госуниверситете в принципе ведется курс Содружества независимых государств. За это время были определенные интересные наработки, которыми можно поделиться и в том числе с учителями на курсах повышения квалификации по истории, потому что Содружество независимых государств – это очень интересное образование, которое в том числе представлено в школьном курсе истории. Но в вузовском курсе у нас этот курс менялся в зависимости от изменения стандартов, в зависимости от тех требований, которые появлялись в них к ребятам, которые обучаются по курсу. Это было Содружество независимых государств, экономические и политические процессы в СНГ. И, как мы понимаем, первое название предполагало прежде всего акцент на формах развития самой международной организации. Экономические и политические процессы в СНГ – это прежде всего ориентир на взаимосвязь внутренних и внешних процессов в СНГ, которые связаны с развитием отдельных стран. И ныне курс, в рамках которого мы сейчас с вами находимся – международные процессы в СНГ в их исторической экономической и правовой обусловленности. Здесь для нас, наверное, самым важным является акцент на то, каким образом сформировалось современное Содружество независимых государств, потому что за 30 лет оно в значительной мере изменилось. Появились новые странные участники, некоторые странные участники вышли из состава СНГ. И этот процесс был достаточно непростым. Еще очень интересный аспект, который связан с особой актуальностью этого курса для международников, для тех ребят, которые в будущем планируют связать свою профессиональную деятельность с работой в сфере международных отношений. Как мы понимаем, здесь очень важное значение имеет страна, куда направляется дипломат. И достаточно много выпускников направления международных отношений работали и продолжают работать в дипломатических представительствах на постсоветском пространстве. Это достаточно много выпускников Кубанского госуниверситета направления международных отношений работало и работает в Республике Армения. Есть ребята, которые работают в центральном аппарате МИДа и представительстве МИД в городе Краснодар, в Украине, Южной Осетии, Белоруссии и других участниках СНГ. Понятно, что, допустим, Украина к настоящему времени не является участницей СНГ, но было время, когда она состояла в СНГ. Поэтому в рамках данного курса мы ее, естественно, изучаем для того, чтобы более четко понимать те процессы, которые, в принципе, происходят в СНГ. Если говорить о самых важных вопросах содержания курса, то здесь необходимо отметить и исторические корни государственности, и такую проблему, как кризис и распад СССР. И в зависимости от содержания курса, наверное, от содержания каждой лекции, может меняться и форма нашего с вами обучения, для того, чтобы вы понимали, что когда вы придете на свое будущее рабочее место, вы могли воспользоваться той информацией, которую получаете в рамках данного курса. Также у нас будут практические занятия с вами, где ребята будут рассказывать о внутренних процессах и внешней политике стран СНГ, чтобы вот эта взаимосвязь внутреннее и внешнее развитие государств у нас очень четко прослеживалась. И на это всегда можно было обратить внимание, понимая, как, собственно говоря, эти процессы происходят. Инновационные формы работы, которые перечислены на этом слайде, это не все формы работы, естественно, которые мы используем. Кроме традиционных практических семинарских занятий, у нас есть коллективная работа, то есть с каждым курсом, с которым мы проходим курс СНГ, мы рисуем коллективно карту. То есть у нас такой проект в течение лекции. Это первая карта, которую мы нарисовали, это было в 2014 году. С ребятами мы рисовали карту присоединения Крыма к России, ну и, собственно говоря, обоснование всех процессов, которые связаны были с воссоединением Крыма. Дальше у нас есть различные формы работы, которые только сейчас появляются, либо формы работы, которые, собственно говоря, у нас являются достаточно традиционными. То есть накануне нашей подготовки к данной открытой лекции девушки предложили достаточно интересный проект «Своя игра», и мы попытались проиграть его. Ну вот мы сегодня посмотрим видеофрагмент, где элементы этой игры были представлены, но в дальнейшем, я думаю, что эта игра может стать вполне традиционной. Весьма традиционной является работа в парах, кто является сторонником и противником какой-то позиции. И вот сегодня Лев и Артем нам представят позиции, связанные с наиболее, наверное, проблемными и сложными вопросами в развитии СНГ. Они не просто являются сложными для развития СНГ, они затрагивают практически каждого из нас, несмотря на то, задумываемся мы об этом или нет. Но для того, чтобы понять, насколько по-настоящему важными эти являются вопросы, необходимо не просто теоретически услышать, узнать о том, как развивается СНГ в этом отношении. Необходимо, и что очень важно, самому проникнуться этими процессами, которые происходят в СНГ. И более того, в некоторых случаях даже отыграть определенные роли, которые у нас представлены в данном случае в различных формах работы. Вот сейчас мы посмотрим видеофрагмент, который был подготовлен несколько лет назад. То есть все видеофрагменты мы, естественно, показать не сможем. Но вот компонент фрагмента о том, как мы рисовали с одним из курсов, собственно говоря, карту СНГ. Спасибо. Продолжение следует... 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 Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Мы поработаем в несколько ином формате. Лев Сударенко расскажет про свою точку зрения на такую важную проблему с точки зрения развития СНГ, как люди, которые управляют государствами СНГ и какую роль они играют в обществе и в политике. Звучит музыка. Звучит музыка. В других они свергаются. В своем докладе я не буду углубляться в такие моменты, как порядок избрания, вступление в должность и полномочия. Мы поговорим о фундаментальном, мы поговорим о фактическом положении дел, а также о гражданской активности, связанной с недовольством гражданами, главами и государством. Уточню, что буду касаться также должности премьер-министр, потому что две страны-участницы СНГ, Армении и Молдова являются парламентскими республиками, а Россия и Азербайджан смешанными. Начнем, пожалуй, с банальной статистики. Сколько тот или иной человек занимает пост президента в стране? Азербайджан, Ильхам Алиев, занимает свой пост с 2003 года, с 31 октября, 18 лет. Армения, Армен Царкисян, с 9 апреля 18 года, его предшественник Серж Царкисян занимал свой пост 10 лет, то есть с 2008 по 2018 год. Беларусь, Александр Лукашенко, с 20 июля 1994 года, 27 лет в итоге. Казахстан, Касым Жамар-Такаев, с 20 марта до 2019 года, его предшественник Нурсултан Мазарбаев занимал этот пост 27 лет. Киргизия, Садыр Жапаров, с 28 января до 2021 года, он третий в должности, первый был у Аскара Каев, который занимал свой пост 14 лет, с 91 по 2005. Молдавия, Майя Санду, с 24 декабря до 2020 года. Президенты в этой стране долго не сидели на своей должности, так скажем, не работали, и поэтому вот так. Так, Россия, Владимир Путин, с 7 мая 2000 года по 7 мая 2008 года. Потом, если вы помните, его заменял и президентом был в России Дмитрий Медведев, 4 года. И это было необходимо, чтобы, так как в России президент имеет право занимать свой пост только два срока подряд. И опять выиграв выборы, Путин стал президентом 2012 года и продолжает править по сегодняшний день в общей сумме 17 лет и 4 года, будучи председателем правительства. Также Таджикистан, ММ Али Рахмон, с 94 года также. И он был в третьем, он был третьим в должности, но президенты с 91 по 94 год, они не заслеживались долго, из-за этого вот так вот. Они сменялись очень часто. Как вы видите, за три года успелось смениться два президента. Узбекистан, Шавкат Мирзиев, с 14 декабря 2016 года. Его пришественник Ислам Каримов правил с 29 октября 1991 года по 2 сентября 2016 года. И в общей сумме это 24 года. Не является членом СНГ, но также стоит упомянуть. Туркменистан, правящий президент Гурбан Гулы Берды Мухаммедов, 2007 года, 14 лет. Его пришественник Саннар Мурат Ниязов правил там 15 лет с 91 по 2006. Давайте приведем сравнение с теми странами, которые не входят в СНГ, допустим, Латвия, Литва, Эстония, а также Украина и Грузия, но входили в состав когда-то Советского Союза. Первый у нас будет, давайте возьмем Эстонию, Керсти Каллюлайт. Она была президентом с 2016 года 10 октября по 2021 год, и вот только-только сменился, и президентом стал Аларкарис, новоизбранный. Стоит сказать, что на пост президента в Эстонии выступал только один человек. Латвия, Эгил Левиц, с 8 июля 2019 года. Литва, Гитанос Науседа, с 12 июля 2019 года. Грузия, Саламе, Зарубашвили, с 2016 года. И также Украина, Владимир Зеленский, с 20 мая 2019 года. Латвия, Эстония и Молдавия, а также Литва, парламентская республика, извините, Литва, не парламентская республика, в которых роль президента второстепенна по отношению к премьер-министру. Впрочем, их президенты в постсоветскую эпоху не нарушали закрепленную в Конституции норму о двух сроках подряд. Продолжительностью 4-5 лет. Не задерживались у власти дольше 8 лет и главы правительства этих стран. В Украине, в свою очередь, был возможен вариант с третьим сроком Леонида Кучмы за счет обнуления, так скажем, небезызвестного, его первого президента по решению Конституционного суда страны. Однако сам Кучма не воспользовался возможностью баллотироваться в очередной раз. В итоге, после распада СССР, ни один президент Украины не превысил разрешенные Конституции два срока по пять лет. То же самое относится и к Грузии с Литвой, где введены аналогичные ограничения для одного и того же лица, занимающего высший пост в государстве. Протесты в странах СНГ, связанные непосредственно с темой президентства, приобретают различную окраску. Так, например, в этом году в России прошли протесты, связанные с арестом и заключением в колонию Алексея Навального. Среди заявленных целей была отставка Путина. Помимо этого, годами ранее протесты прошли также в городах России против несменяемости власти, с целью которых был допуск того же оппозиционера на президентские выборы и остранение Владимира Путина от должности. 2020 год запомнился в частности акциями протеста в Беларуси в связи с объявлением итогов президентских выборов и заявлением о победе Александра Лукашенко. Протесты не увенчались успехом, среди протестующих были погибшие, выборы были признаны только странами СНГ. Китаем, Венесуэлой, Вьетнамом, Кубой, Никарагуей, Турцией также. Бархатная революция в Армении, длившаяся неполный месяц, увенчалась успехом и в отставку был отправлен как премьер-министр Серж Саксян. Революция в Киргизии 2020 года привела к отставке как президента, так и премьера. Причиной стали фальсификации на парламентских выборах. Азербайджанские антиправительственные протесты 2011 года были подавлены. Среди причин гражданского недовольствия была коррупция, безработица, политические репрессии и низкие заработные платы. В результате революции достоинства, также известной как Евромайдан, от власти был остранен Виктор Янукович, ранее заявивший о приостановке евроинтеграции и начале сбежения с Россией. С тех пор статус Украины в СНГ спорный, но по состоянию на 2021 год Украина формально остается участницей СНГ, но реально в его деятельности не участвует. Также украинские власти не прислали уведомления о выходе из СНГ. Признание итогов выборов как и парламентских, так и президентских в странах СНГ имеет взаимную окраску. Однако выборы подвергаются критике не только оппозиции, но также и мировым сообществам. Так, к примеру, голосование на выборах президента России в Крыму не было призвано странами большой восьмерки и странами Евросоюза. Одной из целей с уставом СНГ является обеспечение прав и основных свобод человека в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и документами ОБСЕ. Демократические выборы и соблюдение прав и свобод человека – это ключ к процветанию и экономическому росту. К этому нужно стремиться и это нужно защищать. Спасибо. Мы видим, насколько даже из новостей, насколько достаточно важна эта тематика. И мы должны четко понимать также и правовые основы, кроме эмоциональных основ, которые связаны с деятельностью как различных государств, так, собственно говоря, и международного сообщества. И здесь, наверное, для нас наиболее интересно будет обращение к следующей форме работы, когда ребята не просто выступают в роли аналитиков, которые изучают международные процессы, но выступают также в роли непосредственных участников самих этих процессов и могут, соответственно, показать, как могла бы развиваться та или иная ситуация. Ну, наверное, доклад Льва можно было бы смоделировать тоже в рамках какой-то формы работы. Ну, а сейчас мы поговорим про модели СНГ, которые мы запланировали и проведем в этом году в связи и с юбилеем СНГ, и с тем, что модели для направления международных отношений стали достаточно традиционной формой работы. То есть мы в прошлом году провели модель ООН, модель ШОС, и это та форма работы, которая позволяет за пределами аудитории, в некоторых случаях в аудитории, где-то дистанционно, где-то очно, отработать будущую работу дипломата на практике. Также выпускники и студенты направления международных отношений принимают активное участие в моделях ООН в МГИМО, ездили, насколько я понимаю, в Кисловодск. И, соответственно, сама по себе форма моделирования, она интересна с точки зрения защиты каждым из участников позиции определенной страны. Но сейчас нам девушки расскажут о том, какая будет наша модель СНГ, и, соответственно, мы сможем тогда узнать, кто в ней будет экспертом, кто будет представлять какую страну. Сегодня у нас возник вопрос о том, какая будет повестка дня, и, соответственно, часть этой повестки дня сейчас только формируется. Сейчас мы поговорим о модели СНГ. Она будет проводиться с 6 по 10 декабря. Кто будет принимать участие, приглашаются студенты первых-четвертых курсов, а также школьники 10-11 класс. С чем связано проведение данного мероприятия? В этом году, как говорилось, исполняется 30 лет, и мы решили устроить данное мероприятие, чтобы больше углубиться в знания работы организации СНГ. Главная задача проекта — это помочь делегатам, участникам расширить кругозор, а также улучшить свои компетенции, профессиональные навыки, такие как коммуникативность, аналитические данные, а также провести регламент для этого. Чтобы организовать данное мероприятие, мы задействовали разные соцсети, такие как Инстаграм, Контакты, где вы сможете просмотреть главную информацию по данному мероприятию. Далее поговорим, что из себя представляет вообще модель ООН, ОСНГ. Прошу прощения. Это интерактивный форум, в ходе которого участники моделируют заседания органов Содружества независимых государств. Работа комитетов будет состоять из двух этапов. Первое — это изложение позиции страны, это речь делегата, которая отражает официальное отношение страны, ее интересы, которые представляет делегат по повестке комитета. Второй этап — это принятие проекта решения по повестке дня. Это документ, состоящий из тезисов, способов решения представленной проблемы. Модель требует от участника определенного уровня знаний, то есть он должен изучить историю, внешнюю политику представляемой страны и хорошо знать ее позицию по вопросам выбранной повестки дня. Далее мы поговорим о самих повестках модели СНГ. В ходе кубанской международной модели СНГ 2021 года планируется работа следующих комитетов Содружества независимых государств. Первое — это Совет глав государств, где повестка звучит как военное сотрудничество государств СНГ. Следующий комитет — Совет Министерства иностранных дел, где повестка звучит как перспективы и опыт сотрудничества стран СНГ. И заключительным органом является Совет Министерства обороны, где повестка звучит как талибы. И заключительным словом, но не этапом, будет регистрация. Перед тем, как участвовать в модели СНГ, нужно обязательно пройти регистрацию. Что она из себя представляет? Для начала нужно выбрать комитет, который больше всего вам интересен. Далее нужно будет ознакомиться с докладом эксперта, с которым можно ознакомиться на сайтах, социальных страничках модели СНГ. И далее нужно будет подготовить тезисы. Это эссе. Примерно на 2-3 минуты. Это примерно 1,5-2 листа А4. Интервал 14 New Romans, где интервал должен составлять одинарным. В эссе нужно отразить отношение страны к проблеме. Но также можно добавить от себя ваше мнение. И после вы должны дождаться ответа секретариата. Далее будет проводиться собеседование, где будут проверяться знания на историю, а также насколько вы ознакомлены с данной проблемой по повестке дня. Нужно отправить тезисы на email, которые вы сможете найти также на социальных страничках. И в течение нескольких дней с вами свяжется секретариат. На этом все. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Причем на самом деле создание любой модели, ее организация – это достаточно нелегкий процесс, который длится длительное время. И один из элементов этого процесса – то, что Ксения и Валерия делают достаточно регулярно. Если мы сейчас посмотрим элемент видео, то мы увидим, как они, придя к студентам, объясняют, собственно говоря, показывают, зовут их для того, чтобы они могли участвовать в модели. Мы собираемся третьего курса, в модели Аксения. Сегодня мы поговорим о модели СМГ. Это будет первый раз, когда мы делаем модели СМГ. В прошлом году проводили модель ООО и... Останавливаем. В основном, это маза, когда она будет проходить. Она будет проходить седьмого, восьмого, восьмого, в пятый. Давайте, например, почему не нарезь, да? Потому что 7-8-й – это дата рождения, 7-ая реализация. И в этом году у нас есть 5 лет, 5 лет. Поэтому это как-то очень сильно актуально в данный момент. Основной текст вы уже прослушали. Я думаю, все понимают, насколько работа непростая. И я предлагаю поаплодировать девушкам, что они участвуют в этом процессе. Но не только девушки. Во всяком случае, и участникам интересно, и очевидно, что это весьма полезная форма работы, которая позволяет затем использовать те навыки, которые получаются в дальнейшей профессиональной деятельности. Во всяком случае, точно четко следить за регламентом. И точно четко обращать внимание на те важные проблемы, которые возникают во взаимоотношениях между странами. Причем, если вы обратили внимание, то Валерия отметила в повестке дня такой вопрос, как проблема Афганистана, проблема взаимоотношения с этой страной к настоящему времени. Это выбор, собственно говоря, ребят. Повестка дня – это тот процесс, в который я не вмешиваюсь. Они сами выбирают. Я считаю, что моя функция как организатора, координатора этого процесса моделирования различных форм – это как раз создание такой рамки, помощь в тех процессах, которые интересны для самих ребят. Потому что, допустим, для меня были бы гораздо более интересны культурные процессы, которые происходят в СНГ, связаны с системой образования в СНГ, сотрудничеством в сфере культуры. Но эти вопросы не вызывают особого интереса. Все ребята считают, что они сразу же станут министрами обороны, министрами иностранных дел. И их, собственно, карьера, наверное, начнется именно с этого. Но в любом случае работа в команде, работа вместе, работа над общим проектом является достаточно интересной. И еще одним вопросом, который является достаточно важным для СНГ – это проблема ядерного наследства СССР в странах СНГ. Этот вопрос является очень важным, и Артем, выбрав его для рассказа, собственно говоря, хочет нам о нем поведать. Хотя уже, наверное, печально не хочет. Всем добрый день. Как уже сказали, тематика моего выступления связана с проблемой ядерного наследства СССР в странах СНГ. И первоначально, говоря о странах СНГ, стоит упомянуть то, что их количественный состав составляет 11 стран, учитывая при этом Украину и Турменистан как государство-участники. Нет, назад. Тем не менее, рассматривая данную проблематику, мы будем рассматривать… Наше внимание будет обращено только на четыре страны. Это Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан и Украина, соответственно, поскольку они являются правоприемницами СССР в отношениях ядерного наследства. История ядерного оружия СССР начинается с испытания первой ядерной, первой атомной бомбы РДС-1. И в целом, говоря о истории испытаний ядерных в Советском Союзе, стоит сказать о том, что они проводились с 1949 по 1900 год. И за весь этот период было осуществлено 715 попыток на Семипалатинском полигоне преимущественно, а в дальнейшем на Новой Земле, а также и в других местах, но только это не открытые были полигоны, а закрытого типа. Еще до распада Советского Союза или же до преобразования Союза в СНГ между советской и американской сторонами был соглашен, подписан договор о сокращении стратегических наступательных вооружений ДСНВ-1, который устанавливал сокращение количества стратегических носителей до 1600 единиц, и боезарядов до 6000. Тем не менее, несмотря на такой довольно положительный шаг в отношениях между Союзом и Америкой, внутри Советского Союза было довольно все печально. Начинался аппарат суверенитетов, который в дальнейшем привел, следующий слайд, к подписанию Беловежского соглашения и Алма-Атинской декларации 8 декабря и 21 декабря, соответственно, 1991 года. Документы констатировали факт о том, что СССР прекращает свое существование как субъекта международного права и геополитической реальности. И, соответственно, создавалось Содружество независимых государств. В целом, говоря о Беловежском соглашении, стоит упомянуть шестую статью, в пунктах которых сказано о том, что государства-члены Содружества стремятся к ликвидации всех ядерных вооружений, всеобщему и полному разоружению под строгим международным контролем. Будут уважать стремление друг друга к достижению статуса безъядерной зоны и нейтрального государства. 25 декабря 1991 года первый и последний президент Советского Союза выступил с обращением к советским гражданам, где сообщил о том, что покидает свой пост с тревогой, но и с надеждой, с верой в вас, в вашу мудрость и силу духа. Тем не менее, уже на следующий день окончательную государственную самостоятельность, суверенитет обвели 15 бывших союзных республик. Результатом распада СССР стало то, что на территории бывших союзных республик России, Белоруссии и Украины и Казахстана дислоцировалось советское ядерное оружие. Именно только на этих четырех республиках было ядерное оружие, что способствовало снизить угрозу ядерного распространения после распада Советского Союза. Стоит непременно сказать о том, что в рамках встречи в Алма-Ате 21 декабря 1991 года было подписано соглашение о совместных мерах в отношении ядерного оружия, которое предусматривало передислокацию тактического ядерного оружия с территории Казахстана, Украины и Белоруссии на территорию России с дальнейшим его разукомплектованием. Казахстан и Белоруссии выполнили к марту это соглашение 92-го, а Украина к маю 92-го. Тем не менее вопрос о стратегических ядерных боеприпасах в странах постсоветского пространства оставался открытым. Уже этой судьбой была заинтересована не только Россия, но и США. На слайде вы видели количественный состав. Наличие четырех, а не одной ядерной державы тревожил очень США в целом, и поэтому нужно было подписать такой договор, который бы способствовал урегулированию этого вопроса. И было подписано дополнение к ДСНВ-1, это Лиссабонский протокол. Данный протокол оговорил то, что все эти страны, помимо России, присоединятся к дням договору о нераспространении ядерного оружия уже как в качестве государств участников, не обладающих ядерным вооружением. Теперь мы поговорим об истории того, как ядерные стратегические оружия были передислоцированы с территории республик на территорию Российской Федерации. И первоначально мы поговорим о Беларуси, поскольку количественный состав стратегических ядерных вооружений на данной территории был довольно низок. Там всего лишь было 81 МБР, межконтинентальная баллистическая ракета. И все. Станислав Шушкевич, это председатель Верховного совета Республики Беларусь, который подписал от лица Республики Беларусь Беловежские соглашения, говорил о том, что Беларусь была заложником ядерного оружия, что это оружие угрожает гибелию белорусской нации. Другой же причиной такой легкой динуклеаризации Беларуси, это тоже могут послужить слова Шушкевича, о том, что в Беловежской пуще я первый заявил, что мы без всяких условий согласны вывести ядерное оружие. У нас были комплексы, которыми можно было потенциально уничтожить всю Европу, но поддерживать ядерное оружие в рабочем состоянии чрезвычайно накладно. И компоненты, которые подлежат замене, производились в России. 26 ноября 1996 года Беларусь передала России последнюю советскую МБР. И тем не менее на довольно положительный шаг уже текущий президент Республики Беларусь, это Лукашенко, в 2010 году заявил о том, что данный инцидент был жесточайшей ошибкой. То, что Шушкевич и все его приближенные были врагами Республики Беларусь в целом. Теперь мы перейдем к Республике Казахстан. С распадом Советского Союза Казахстан унаследовал одну из крупнейших частей ядерного боезаряда, и Казахстан на тот момент была на четвертом месте в мире по объемам оружия. Республика Казахстан на тот момент имела большую теоретическую базу, поскольку там находился Семипалатинский полигон. Это крупнейший ядерный полигон, открытый ядерный полигон на территории бывшего СССР. Когда четыре ядерных государства будущего постсоветского пространства подписывали 21 декабря соглашение о совместных мерах в отношении ядерного оружия, то Казахстан лишь подтвердил в преамбуле соглашение свою приверженность нераспространению ядерного оружия и о том, что он не будет присоединяться к ДНИАу в качестве неядерного государства. Тем не менее, одна из причин такого поступка, это было связано с тем, что президент Казахстана на тот момент Назарбаев не был готов отдавать ядерное оружие, опасаясь того, что вблизи него находятся две ядерные державы, это Россия и Китай. И он в целом боялся за то, что могут быть какие-то последствия. Более того, другим важным фактором необходимости денуклееризации страны стало то, что мирные жители довольно долго страдали от ядерных испытаний в целом в Казахской ССР, что повлияло на создание такого движения, как Невада-Семип-Палатинск, название, соответственно, одних из крупнейших ядерных полигонов в мире. Это движение настолько сильно распространилось в целом не только в Казахской ССР, но и по целому миру, что, в принципе, можно считать движением международным. 2 июля 1992 года Казахстан ратифицировал Лиссабонский протокол. Однако стоит также отметить, что до ратификации протокола был подписан другой документ, который между уже Россией и Казахстаном относительно того, что Казахская ССР присоединится к ГДНИАЛу в качестве государства, не обладающим ядерным оружием уже к ГДНИАЛу. В целом, говоря о том, как проходил процесс денуклееризации страны, одним из последствий это стало то, что Казахстан поучаствовал в ряде программ, следующий слайд, по уменьшению ядерной угрозы. В их числе мы можем считать программу «Нанолугара». Это, например, предоставление Казахстану 85 миллиардов долларов, а также секретная операция «Сапфир», которая была связана с вывозом 600 килограммов высокообогащенного урана в США. В целом, одни из позитивных движений относительно денуклееризации страны это можно посчитать то, что благодаря инициативе Нурсултана Назарбаева 29 августа 1991 года отмечается Международный день против ядерных испытаний. Теперь мы поговорим об Украине. В целом, там дела были наихудшими, поскольку она точно так же опасалась того, что рядом с ней находится ядерная держава. Она очень сильно не хотела отдавать свое ядерное вооружение. Одним из таких инцидентов может послужить то, что в документе об основных направлениях внешней политики Украины отмечается то, что украинское государство развивает принципиальные положения с заявлением о безъядерном статусе Украины и постановлением о дополнительных мерах по обеспечению приобретения Украины безъядерного статуса. Однако дальше в этом документе отмечается то, что Украина является обладателем ядерного оружия, унаследовавшего ею от бывшего СССР. Говольно такая интересная нестыковка. Следующий слайд. Ну, одни из последствий, которые вы видите на территории Украины. Следующий. И 18 ноября 1993 года Верховная Рада ратифицировала договор СНВ-1 и Лиссабонский протокол уже, конечно, под давлением России и США. Одни из тех пунктов, которые связаны. И довольно интересно то, что Украина опять не хотела подписывать все, как должно быть, и она выдвинула односторонние изменения к документам. Более того, она говорила о том, что она хочет получить 2,8 миллиарда долларов за то, что она в каком-то моменте будет безъядерной державой. Тем не менее, она ничего не получила. В итоге, опять же, под давлением США и России было подписано трехстороннее заявление о сокращении ядерного оружия в гарантиях безопасности Украины. Последний ядерный боеприпас был перенесен с территории Украины в Россию 21 мая 1996 года. В целом, говоря о том, что ядерное наследство СССР, которое было разделено между несколькими странами, могло в целом сильно повысить угрозу его распространения в целом по миру. И благодаря правильным и действенным шагам России по регулированию ядерного вопроса позволили сохранить отношения в сфере международной безопасности. И также хотелось бы отметить то, что такое историческое событие, как денуклеизация Украины, Казахстана и Беларуси, стало своего рода зачатком для разработки тех отношений между странами СНГ, которые мы наблюдаем сейчас. Спасибо. Спасибо большое. Мы видим, что существуют весьма существенные проблемы и с точки зрения антипрезидентских протестов, которые у нас были, собственно говоря, и с точки зрения развития той ситуации, которая связана с денуклеаризацией постсоветского пространства. Но на самом деле в курсе СНГ это только отдельные вопросы, которые, наверное, вызывают в какой-то момент наибольший интерес. И здесь опыт преподавания в течение 20 лет курса СНГ, наверное, позволяет расставить определенные акценты для того, чтобы обращать внимание на то, каким образом мы можем изучать какие-то элементы этого курса и для будущих дипломатов, для международников, и для историков, и для того, чтобы можно было очень четко понимать, что происходит в мире, собственно говоря, в настоящее время. Актуальность изучения СНГ – это то, о чем мы говорим на вводной лекции. Это один из важнейших аспектов, связанных с современным развитием международных процессов. И здесь значимость государства и организации СНГ в современном мире связана и с тем, что Россия является в настоящее время одним из ведущих акторов. Здесь непоследнюю роль играет значимость России в современном мире и позиция Владимира Владимировича Путина, и статус России как мировой великой державы, который закреплен уставом ООН, и много других характеристик, которые связаны с прошлым нашего государства и с тем, что современные международные процессы по сути стали именно такими. Важность, актуальность, связанная с необходимостью изучения постсоветского пространства заключается в повторяемости событий. То есть мы понимаем, что на самом деле процессы интеграции, которые происходят в Европе, в Азии, в Африке, в разных регионах мира, и процессы дезинтеграции очень тесно связаны. И моменты, когда страны расходятся, сходятся, преобразуются в единое целое, распадаются, это естественный процесс развития международного пространства и естественный процесс развития международных отношений. Мы должны это понимать и достаточно адекватно воспринимать те процессы, которые происходят в мире, оценивая для себя, насколько является важным и нужным та или иная ситуация в мире, то или иное положение, которое в какой-то момент складывается. И, наверное, ребята сегодня продемонстрировали то, что в дальнейшем они смогут представлять достаточно обоснованно позицию России, они в этом отношении большие молодцы. И точно так же, как они смогут в дальнейшем организовать те мероприятия, которые перед ними поставят задачу их будущая работа. Объектом нашего исследования с точки зрения развития СНГ является, безусловно, постсоветское пространство, а вот предметом нашего изучения в рамках данного курса, и на это нужно, естественно, обращать внимание, те участники, те страны, которые вошли в состав СНГ, но и достаточно сложная система взаимоотношений между странами в настоящее время. Если говорить о других аспектах курса, в частности, о географических рамках, то на разных этапах исторического развития они могут быть разными. А если говорить о хронологических рамках курса СНГ, то с какими, собственно говоря, точками отчета может быть связан этот процесс, тот процесс, который мы изучаем. С одной стороны, мы можем отталкиваться от 1991 года и юбилея, которое в настоящее время, собственно говоря, с которым мы столкнулись. С другой стороны, мы можем говорить о создании государства СНГ, и тогда линия правоприемства, над которой мы также работаем в рамках данного курса, может уходить вплоть до глубины веков, учитывая, что к настоящему времени Россия признала свое правоприемство и феномен континуитета в отношении не только бывшего Советского Союза, но и в отношении бывшей Российской империи. В частности, это было связано с выплатой долгов. И здесь линия правоприемства для нас позволяет говорить о том, что создание Российской империи, создание российского государства, в принципе, это та линия, по которой мы можем двигаться и в дальнейшем. Но также мы понимаем, что если создание древнерусского государства было связано с VIII-IX веком, то на территории Советского Союза существовали государства, которые действовали и до этого. Они были созданы гораздо в более предыдущей эпохе, в частности, на территории Краснодарского края. И об этом можно говорить. Были и древнегреческие поселения, и тогда линия правоприемства для нас продляется. На территории Краснодарского края были римские крепости. И тогда, как мы понимаем, сама по себе граница нашего восприятия России становится несколько иной. В этом отношении, наверное, интересно было бы вспомнить про восприятие Советского Союза очень известным политиком XX века, извините, Шарлем Деголем, который говорил, что Россия — это такое пространство, это великий народ, который существует в веках и в тысячелетиях. Но при этом Шарль Деголь, будучи одним из самых великих французов, говорил то же самое, честно скажем, и про Францию, что позволяло ему сравнивать два этих государства. Географические рамки пространства постсоветского — это одни географические рамки. Географические рамки Содружества независимых государств меняются в связи с присоединением отделениям от СНГ тех или иных государств. Но и с этой точки зрения, наверное, наиболее логичным для нас в качестве географических рамков данного курса было бы выбирать, и в принципе, допустим, в форме преподавания, допустим, для историков, в принципе, все постсоветское пространство с четким пониманием, что очень многие субъекты были созданы в период существования Советского Союза, а до этого они даже не существовали. Но само по себе Содружество независимых государств на разных этапах включают себя, как я уже говорил, разные государства, вплоть до того, что наблюдателем в рамках СНГ является Монголия. Международные организации в современном мире. Очень часто мы слышим про то, что СНГ — это совсем не СССР, и это звучит как негативная характеристика. Но будучи специалистами в области международных отношений, но сейчас у нас бакалавриат, поэтому бакалаврами в области международных отношений, мы должны четко понимать, что государство — это одна характеристика, одна структура, в то время как члены международной организации и международные организации — это совсем другая характеристика. С этой точки зрения, если в современном мире существует около 300, около меньше 200 государств, около 300 международных правительственных организаций и около 10 тысяч, во всяком случае по разным подсчетам, есть и более высокие цифры, неправительственных организаций, то здесь мы должны четко понимать, что статус, значение и возможности для сравнения являются принципиально разными. Здесь необходимо также определить, какой является с точки зрения классификации организации СНГ. Как мы знаем, бывают государства, международные организации открытые и закрытые, с этой точки зрения СНГ является организацией открытой для вступления в нее, как мы видим, в названии не зафиксированы географические рамки, в отличие от процессов европейской интеграции, интеграции в Африке, в Америке, там всегда в названиях организации содержится географическая терминология. У СНГ нет такой характеристики с точки зрения сфер, в которых работает СНГ, это все сферы жизни общества, и сама по себе структура СНГ нам позволяет в данной ситуации говорить о том, что виды деятельности, работа СНГ является достаточно разнообразной и касающейся очень разных процессов и разных взаимоотношений во всем мире. Следующий вопрос, который, естественно, в рамках СНГ мы и рассматриваем, это проблема кризиса и распада СССР. Проблема до настоящего времени очень острая, на которую обращено внимание и общественного мнения, и в том числе проблема, связанная с современным развитием и последствиями распада Советского Союза в мире. Здесь мы должны также понимать, что сама по себе конструкция советского государства позволяет нам говорить, и вот в данном случае эта форма домашней работы вынесена на слайд, как необходимо анализировать само по себе развитие СНГ, как необходимо анализировать развитие Советского Союза до этого, чтобы понимать, какие факторы стабилизируют развитие политических образований, какие становятся дестабилизирующими, и в каких случаях то, что вчера было стабилизатором, вдруг становится деструктивной конструкцией. Вот если мы обратили внимание, когда Лев рассказывал про процессы, связанные с статусом президента на постсоветском пространстве в государствах СНГ, то разный срок пребывания у власти политиков, насколько является стабилизирующим, насколько дестабилизирующим фактором. Если мы обратим внимание на развитие Советской страны, Советского государства, то там тоже стоял достаточно остро этот вопрос, и, собственно говоря, острота проблемы, в том числе элиты, номенклатуры, она в Советском Союзе была существенной проблемой. Если говорить о факторах стабильности и неустойчивости советского многонационального государства, то здесь необходимо отметить фактор стабильности экономика Советской страны, которая, как мы понимаем, позволила Советскому Союзу создать невероятно дорогое, невероятно мощное оружие, ядерное оружие, и это было достаточно высоким достижением Советского Союза, которое позволило в свое время создать целую международную систему, как биполярную. Но, с другой стороны, у плановой, у командной экономики, и мы об этом тоже внимательно изучаем, есть и негативные характеристики, хотя к настоящему времени, по большому счету, все страны мира существуют в рамках смешанной экономики, нигде чисто рыночной нет. Политико-идеологические факторы, безусловно, были стабилизатором Советской системы, они позволяли сделать ее устойчивой. Советская идеология была настолько привлекательна на какое-то время в мире, что, по сути, страны Запада, и в том числе Соединенные Штаты Америки, развернули целую полномасштабную программу, которая условно называлась, можно сказать, «Деньги в обмен на демократии» план Маршала, который предполагал, собственно говоря, финансирование различных политических сил, которые не должны были пустить сторонников советской идеологии к власти. И это характеристика стабильности советского государства. Но есть в идеологии советского государства и проблемные моменты, которые в какой-то момент, в какой-то ситуации дестабилизировали ситуацию. И это очень ярко проявляется в 1989-1991 годах, когда речь идет о будущем развития советского государства, о том, каким образом Советский Союз будет развиваться в дальнейшем. И здесь проявляются планы по суверенизации. Мы детально должны здесь с вами рассмотреть, безусловно, Новоогаревский процесс и попытки сохранения Советского Союза в виде содружества суверенных государств, которые натолкнулись на стремление к суверенитету суверенных республик, которые были и в составе Советского Союза, учитывая, что Советский Союз был представлен, собственно говоря, в Генеральной Ассамблее не только как единое целое, но и часть республик тоже была представлена. Гипотезы причин распада Советского Союза для нас являются очень интересными не только с точки зрения познавательной, почему же распался Советский Союз, но и с позиции современного мира. Означает ли это, что распад Советского Союза был остановлен, и нам нет необходимости задумываться о том, что же будет в дальнейшем с государствами на постсоветском пространстве. И здесь мы понимаем, что пример целого ряда государств на постсоветском пространстве нам позволяет говорить о том, что процессы дезинтеграции, распада постсоветского пространства не остановились, они продолжаются. Речь идет о создании когда-то суверенных и независимых государств, которые мы называем непризнанными, в каких-то случаях признание этих государств, в частности Российской Федерации, в случае с Южной Осетией и Абхазией. То есть вот это те ситуации, которые нам позволяют говорить о том, что дезинтеграционные процессы, если ими не управлять, будут продолжаться и в дальнейшем. И здесь же возникает вопрос, в чем же причина того, что происходило в Советском Союзе. И мы приходим к выводу, что причина не может быть оценена как что-то одно. Сложилось очень много факторов и в экономической, и в политической, и в социальной, и в духовной сфере, которые в конце концов привели к ситуации, которую можно охарактеризовать как распад Советского Союза. То есть череда таких спонтанных процессов, когда люди выходили на улицу, протестуя против сложившейся системы. И другая ситуация, когда мы оцениваем ситуацию с Советским Союзом как процесс развала, то есть внешнего процесса, процесс постоянного давления. Но все мы понимаем, что Советский Союз существовал в условиях холодной войны, и в этих условиях ему необходимо было вести себя вполне определенным образом, что и предпринималось. Ну и, собственно говоря, при обосновании, когда мы работаем на коллоквиуме, то мы смотрим на тезисы в пользу распада либо развала СССР и на систему аргументации. Потому что на самом деле к настоящему времени МИД Российской Федерации, дипломатические представительства, они берут на себя не только внутреннюю аналитическую функцию, но и четкое обоснование российской позиции на мировой арене для того, чтобы было понятно, каким образом, собственно говоря, ситуация развивается с точки зрения нашей страны. Ну, здесь у нас есть очень интересный такой аспект, который связан с тем, что СНГ мы можем изучать не только по текстам, не только по лекциям, но есть и превосходные фильмы, обратившись к которым, мы можем увидеть, каким образом, собственно говоря, постсоветское пространство сформировалось и развивалось. И то, о чем я сейчас говорю, мы сейчас увидим в видеофрагменте с участием, собственно говоря, тех, кто принимал участие в распаде Советского Союза. Продолжение следует... Советской власти исполнилось 70 лет. Грандиозный праздник по голубой стране. С праздником вас, посланцы Калиниевского, Унцевского района, с мирением праздника! Логовый, Оргенский, Оргенский и сегодня ваших руках, у нас не область советов, советов реальные волновочия! Эпоха перестройки возвращает им истинный революционный смысл! Ура! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok 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 очень много процессов, и здесь можно вспомнить вплоть до, допустим, судьбы Черноморского флота. То есть с точки зрения тех решений, которые были приняты на уровне глав государств, на уровне президентов, предполагалось, что все армии, все вооруженные силы, которые располагаются на территории определенной страны, им и переходят. В чем же вопрос, как оказалось, что Черноморский флот остался в большей своей части за Россию? Здесь, наверное, нужно поблагодарить прежде всего советских моряков, которые просто сказали, мы один раз присягали России, Советского Союза для них, и мы не будем присягать второй раз. И таким образом была заложена такая очень четкая основа, четкое понимание того, что Советский Союз с этой точки зрения продолжает существовать в России, и появилось такое понятие, как континуитет. То есть это ситуация, когда имущество за рубежом у Советского Союза не было поделено. Долги бывшего Советского Союза были возложены на единственное государство, на Россию. Более того, есть вещи, которые при разделе просто теряют свое значение, свой смысл. Артем рассказывал про ядерное оружие, и мы понимаем, что очень четкая позиция Шушкевича в этом отношении, который отказался сохранять за Республикой Беларусь, собственно говоря, ядерный боезапас, нам дает понимание того, что ядерное оружие позволяло одной Беларуси уничтожить всю Европу. То есть что говорить о ядерном боезапасе, который был у бывшего Советского Союза, находился в том числе на территории России. То есть это настолько опасная вещь, что очевидно, что разделить боезаряды невозможно. То есть здесь необходима какая-то была другая конструкция. Еще более интересной является проблема континуитета с точки зрения представительства международных организаций. То есть у нас структура ООН как наследие Второй мировой войны, для нас более близкое название Великой Отечественной войны заключается в том, что есть государства, которые отстояли демократию, во всем мире отстояли справедливость, отстояли то, что мы можем назвать властью народа как большинства, а не части, как меньшинства, как на этом настаивали проигравшие страны. И здесь сама по себе конструкция Генерального особления Совета безопасности просто развалилась бы и стала абсолютно бессмысленной в случае, если бы просто автоматически правоприемство было передано всем 15 республикам. При том, что, собственно говоря, одна из конструкций, связанных с Новогорёвским процессом, предполагала по идеям создателей этого процесса, создателей СССР, превращение всех субъектов Российской Федерации, в том числе национальных субъектов, республик в равноправные с 15 республиками. Но очевидно, что это бы превратило, условно говоря, ныне существующее пространство в конгломерат абсолютно непонятных субъектов, которые очень сложно управляемы, в том числе и с точки зрения международных процессов. Проблема правоприемства у нас присутствует и с точки зрения нормативной, и с точки зрения того, как это на самом деле происходит. И здесь у нас было очень чёткое оформление этой процедуры, и от единого агрегированного показателя, когда долги, собственность, имущество за рубежом Советского Союза предполагалось разделить на 15 частей, единый агрегированный показатель тоже такая весьма забавная вещь, когда посчитали количество ресурсов, население, ресурсов, территории, которые располагались у каждого государства постсоветского пространства, то получили некую цифру. И, собственно говоря, она должна была стать пропорцией, то есть Россия должна была получать чуть более 60%, а Таджикистан менее 1% долгов и имущества Советского Союза за рубежом. Документальное оформление Венской конвенции 1978-1983 года для нас дают понимание того, как в дальнейшем правовая система должна была развиваться и как она развивалась на самом деле. И здесь для нас важным является, как же Содружество независимых государств и развивается как структура, основывающаяся на определенных нормативных актах. Вот они у нас сейчас на слайд выведены. Это учредительные документы СНГ, которые, собственно говоря, к настоящему времени регулируют развитие этой международной организации. А кроме этого, есть еще и органы, в том числе, которые мы будем моделировать в рамках нашей модели СНГ, которые, собственно говоря, занимаются теми или иными вопросами, связанными с развитием этой международной организации. С теми процедурами, которые связаны с развитием постсоветского пространства, с развитием, собственно говоря, СНГ. Ну вот у нас на слайде, так, чтобы никто не понял, надеюсь, никто не понял, как это и предполагалось, структура СНГ. Здесь необходимо отметить, прежде всего, как мы видим, достаточно большое количество органов в структуре СНГ. Некоторые из них являются уставные, другие неуставные, но они в целом охватывают все сферы жизни общества и позволяют нам говорить о том, что СНГ существует с точки зрения институциональной структуры, как очень сложное образование, ну и сложное образование, которое требует регулярной смены кадров. То есть, соответственно, присутствующие здесь, как я надеюсь, и будут будущими кадрами, которые, собственно говоря, будут работать в этой структуре, четко понимая ее место, роль в мире и то, каким образом она будет развиваться в дальнейшем. Органы в структуре СНГ, на самом деле, их несколько десятков по разным подсчетам, 70-80, на разных этапах развития они менялись, проводилась неоднократная реструктуризация СНГ для того, чтобы сделать эту систему более, в некоторых случаях, управляемой, потому что на самом деле у всех международных организаций, не только у СНГ, это, кстати, характеристика есть, есть одна существенная проблема. Проблема выполнения тех обязательств, тех договоров, которые подписываются. Но эта проблема на самом деле существует в международных отношениях, наверное, еще с тех времен, когда появились первые государства, кто заставит правителя государства выполнять то, чего он не хочет. То есть честь, совесть, боги сказать достаточно сложно. В настоящее время в мире очень широко используется такое понятие, как санкции. На самом деле этот институт существует в международных процессах достаточно долгое время. Россия с ним неоднократно сталкивалась на разных этапах исторического развития. Но по большому счету международные процессы – это явление горизонтальное, и там какая-то иерархическая система наказания, можно сказать, провинившихся, просто невозможна. Экономическое взаимодействие стран СНГ. Но мы можем говорить о странах СНГ как, с одной стороны, о процессе интеграции. То есть страны СНГ с формальной точки зрения объединяются. Но можем говорить и как о процессе дезинтеграции. Потому что представить себе более тесно связанное политическое образование, чем Советский Союз, достаточно сложно. Перед постсоветским пространством возникает сразу же проблема перехода от неконкурентной экономики, от плановой экономики, к рыночной экономике, которая к настоящему времени показала большую эффективность, но при очень активном вмешательстве государства. Мы в этом отношении уже во многом забыли про такое явление, как экономические кризисы. Хотя до начала 21 века экономические кризисы становились очень важным фактором международных процессов неоднократно. И вот последний такой яркий экономический кризис был связан с 2008 годом. Следующий должен был быть в 2018 году. Но эффективная деятельность органов государственной власти, управления, эффективные механизмы развития нерыночной как раз, неконкурентной экономики, вмешательства государства в экономические процессы позволяет сглаживать экономические процессы и делать их несколько иными. Постсоветское пространство проходит с экономической точки зрения процесс дезинтеграции. Когда-то это было логично, потому что очень многие экономические процессы в рамках СНГ ориентировались на предыдущий этап исторического развития и объединяли весь Советский Союз в единое целое, хотя это не очень логично с точки зрения экономических показателей. Переход к рынку и последовательное рыночное развитие было очень нелегким для разных стран, но к настоящему времени, как мы понимаем, и сотрудничество перешло в новые формы, и международное влияние продолжает сказываться на постсоветском пространстве. Ну и во всяком случае роль России как государства-продолжателя Советского Союза в этом отношении несколько меняется за это время. Некоторое время Россия в 90-е годы пыталась как бы брать на себя ответственность и в некоторых случаях даже финансировать страны СНГ. Затем постепенно приходит очень четкое понимание необходимости защищать свои интересы и следовать идеям экономической конкуренции, в том числе и на международном уровне, хотя, естественно, те формы сотрудничества, которые были созданы на предыдущем этапе, они существовали. И здесь интеграция и дезинтеграция, они как бы так были определенными колебаниями, позволявшими нам говорить об основных этапах экономического сотрудничества, о попытках в начале 90-х годов сохранить все характеристики советской системы и постепенном переходе к защите каждой из стран, прежде всего своих интересов и интересах своих граждан. К настоящему времени существует очень разнородная институциональная система экономического сотрудничества. Вот она у нас предложена на схеме, и мы понимаем, что на постсоветском пространстве в экономическом сотрудничестве действуют, кроме стран, собственно говоря, СНГ, и глобальные акторы, и региональные акторы, которые также оказывают влияние на международные процессы, о чем также необходимо говорить, понимая те проблемы и те сложности, которые существуют в настоящее время у Советского Союза, бывшего, как бы, а сейчас у России, у постсоветского пространства в принципе. Здесь также необходимо говорить о сотрудничестве стран СНГ в сфере обороны и безопасности. У постсоветского пространства, у государства СНГ существуют внешние угрозы, которые носят глобальный характер, которым, безусловно, в настоящее время относится такое явление, как терроризм. Существуют проблемы, которые связаны с тем, что через территорию стран постсоветского пространства, стран СНГ проходят в том числе и какие-то преступные пути, в том числе и наркотрафика. То есть совместная оборона, совместная безопасность, совместные действия стран СНГ. С этой точки зрения это не просто процесс дезинтеграции постсоветского пространства, это процесс построения новой системы безопасности, в которой, собственно говоря, представлены различные аспекты и различные вызовы, как глобального уровня, так и регионального уровня. У нас на данном слайде представлены, собственно говоря, планы фактической дезинтеграции России, которые, собственно говоря, были предложены, но и которые, к счастью, не были реализованы. Во всяком случае, к настоящему времени позиция руководства России позволяет достаточно эффективно защищать сложившуюся ситуацию, но и, во всяком случае, не допустить того, что у нас изображено на слайде, не допустить тех устремлений, которые в данном случае представлены. Мы должны понимать, что была такая возможность, неприятная возможность для дезинтеграции не просто постсоветского пространства, а дезинтеграции и России. Но на разных этапах последовательно эта проблема была решена. И здесь необходимо четко понимать, что в настоящее время существуют определенные политические силы, которые достаточно эффективно управляют общественным мнением. И на пути этого управления необходимо выстраивать свою систему защиты, свою систему влияния, антивлияния для того, чтобы отстоять в том числе безопасность России и всего в целом постсоветского пространства. Проблема переходного периода после распада СССР была очень актуальна. Это было связано в том числе и с внешними границами, и с внутренними границами, которые создавались. И, собственно говоря, с построением такой архитектуры, которая позволила бы защитить Россию и государство СНГ. Проблема борьбы с международным терроризмом и вызовами XXI века. В настоящее время мы сталкиваемся, к сожалению, в средствах массовой информации с различными ситуациями, которые связаны как с глобальными международными организациями, которые работают в сфере, к сожалению, терроризма, которые могут оказать влияние, дезинтегрирующее на нашу страну, на постсоветское пространство, так и отдельные акты, факты, связанные с терроризмом. И единая система, которая к настоящему времени создана на постсоветском пространстве, странами СНГ во многом позволяет нам говорить о том, что ситуация вот такой жесткой террористической опасности на некоторое время ушла в прошлое. Означает ли это, что нужно успокоиться? Безусловно, нет. И мы должны четко понимать, отслеживать и противодействовать тем ситуациям, которые могут по этому поводу возникнуть. Очень острая проблема вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве, которые, собственно говоря, сразу же возникают. У этих вооруженных конфликтов были исторические противопредпосылки, но была и существенная проблема трансформации социальных, политических и культурных процессов, которые, собственно говоря, эти конфликты и вызвали. Если говорить о количестве конфликтов, то мы не всегда осознаем, какая опасность могла быть в рамках СНГ и как могло бы развиваться постсоветское пространство. Здесь необходимо говорить о 180 территориальных спорах между различными, собственно говоря, субъектами, о 150 конфликтах, которые были на национальной почте и 20 конфликтах, которые на силе характера вооруженных столкновений. Естественно, вы, будучи будущими дипломатами, будучи специалистами в области международных отношений, должны понимать меры, способы по выведению этих вооруженных конфликтов через систему либо замораживания, либо систему разрешения конфликтов в мирную форму. Есть в рамках СНГ и система более тесного сотрудничества, которая, собственно говоря, представлена союзным государством России и Беларуси, которая, будучи продекларированным, с экономической точки зрения развивается очень высокими темпами, политическое сотрудничество также развивается, но окончательное развитие этой системы связано с историческими фактами и с конкретной исторической системой, которая, собственно говоря, будет действовать в дальнейшем. Договор о союзе Беларуси и России, будучи заключенным, позволяет нам говорить о том, что вот этот блок государств, которые действуют, и здесь для нас очень важным является в понимании развития СНГ, такая конструкция, как консенсус заинтересованных сторон. То есть ни одна международная организация не может действовать самостоятельно. Она всегда выражает интересы, прежде всего, государств, которые вкладывают какую-то волю в их состав. И я надеюсь, что, собственно говоря, консенсус заинтересованных сторон будет способствовать развитию связи между Беларусью и Россией, между всеми участниками СНГ для восстановления добрососедских отношений и для построения того общего будущего, на которое мы можем рассчитывать, собственно говоря, в перспективе, на которое мы, собственно говоря, ориентируемся и будем надеяться, что международные отношения в этом отношении нам помогут. Спасибо большое за внимание. На следующих занятиях мы с вами продолжим, в том числе, интерактивную работу. И на сайте тогда, как я понимаю, университета в Ютубе будут размещены видео с нынешней лекции и будут размещены те видеофрагменты, которые мы еще запишем. Спасибо большое за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.